всем зрителям привет продолжение видео по инвентарю теперь нам необходимо создать так учиться remove item да то есть мы должны здесь прописывать на удаление действие удаления да так давайте создадим входящие параметры которым мы будем подавать что именно каком количестве какая ячеечка да слот айди это у нас наименование ячейки точнее количество назначений интеджер каунт это у нас количество так ну и и и все здесь больше нам ничего не нужно так с чего бы начать давайте сразу запишем слот айди тоже так же сделаем про промоут ту окку в рейбу также название лог слот айди которая у нас будет все действие выполнять так выполняем но добранч во первых мы с инвентаря должны получить значение ячейки данные значение ячейки да так get кидаем сюда далее снова break вытаскиваем отсюда каунт то что у нас все-таки меньше нуля и за это прописывал на бранч так если ауз так ну давайте здесь принстринг какой-то напишем пока пусть будет хэл далее мы здесь выберем sequence который будет разбиваться мы будем выкидывать стойте это я откуда-то взял будем выкидывать нам нужно во первых из предметов выкинуть во вторых предметы респонуть на в мире в данном первом мы будем случай то есть на первом на первой ветке будем делать получение в мире это у нас спаун кракозябра может быть нелепо работать конечно так спаун actor from класс поднимем ее чуть выше во первых нам нужно подать сюда где он появится так вытаскиваем make make transform во первых подаем что значение это должно быть значение персонажа то есть где он находится get actor location и куда он смотрит get forward вектор или просто get forward вектор да так так далее мы как обычно как делается при как вам сказать то луче смерти шутка забыл название как называется то делаем начальную точку конечную точку и получаем длину с линии так умножаем на интеджер то есть мы здесь получили начальную точку персонажа здесь мы получаем перед линию умножим на длину допустим давайте на 1000 пока сделаем возможно далеко но посмотрим теперь так теперь и нам из инвентаря надо такую штуку вытащить как определение класса потому что у нас не будет потому что мы должны что-то то есть мы не будем каждый раз выбирать это все для этого мы его и создавали да я кстати объяснял или не объяснял первому видео вытаскиваем get ref подаем сюда наименование ячейки также вытаскиваем break эти у нас части прям каждый это каждый раз повторяются у нас есть класс который мы задавали и теперь тип так тип ну тип наверно нам не нужен будет так кстати давайте каунт тоже пропишем потому что нам его тоже надо будет перетаскивать запишем его сюда чуть дальше так спаун ай там мы его настроили сейчас посмотрим кстати у персонажа есть такая то есть вот мы да перекинули это у нас что item и каунт то есть значение ячейки их не полностью значение да и количество так каунт мы значение мы вот отсюда возьмем сейчас чуть переставим вот этот break чтобы он не мешался далее далее аккаунт мы подаем как раз таки то что мы создали там в начале вот это то есть количество мы сразу будем выкидывать здесь теперь давайте посмотрим так ошибок нету пока вроде все отлично также инвентарь также инвентарь мы теперь из инвентаря удаляем так скажем предметы которые мы будем выкидывать также вытаскиваем вот можно по сути вот эта часть скопировать ай снова нажал это мы часть копируем просто так описываем здесь set array item мы будем записывать значение и так же как мы делали check item так не check item add item вот вот такую же структуру можно даже вот отсюда прямо скопировать было большую часть так наверное сделала я прямо отсюда копи все записываем кроме того вот это плюсик у нас меняется на минус вот эта штучка у нас отсюда удаляется сюда будет прописываться это значение которое мы прописали log count здесь так это мы тоже сток айди мы записали здесь свой здесь все у нас все верно так здесь мы тоже меняем потому что он не отсюда проверено теперь так если у нас инвентаре значение ячейки вычитаем записываем далее мы должны проверить это у нас снова branch этот branch у нас будет как проверяться берем начальная вот эту структурку то же самое копируем ее вообще можно было это как-то записать более допустим функции куда-нибудь и еще что-нибудь и быстрее бы его бы просто функцию раскидывать здесь мы из каунта проверяем то что меньше ли единицы если у нас значение меньше тогда мы записываем set array а это так подаем инвентарь подаем слот айди а этом по сути мы уже здесь нам не нужен если фауз мы обходим запись и все так и давайте скопируем сюда же еще вот это print string просто чтобы мы определялись так так соединяем сюда это соединяем сюда так напишем remove слот слот пробел так слот айди и все в принципе да структура не очень-то интересненькая проверено все отлично так теперь переходим граф инвентарь и давайте кинем сюда remove вот она передаем значение количество слота в удаление добавление нам уже не надо будет потому что мы уже будем определять вот отсюда во это будет уже определяться отсюда и так далее такие значения вот то есть мы значение подаем ячейки так давайте перейдем сейчас к виджетам уже как говорится пора main inventory и я еще не создал виджет кнопки так в г батон так и напишем зайдем выставим значение кастом давайте я не знаю сколько там две двести десять я точно не помню сейчас надо посмотреть изображение виджета сейчас открывать редактор графический ну так на наугад просто пока поставим нет нет где-то пусть примерно так прямоугольным будет нам просто надо соотношение сторон так удаляем каст canvas панель создаем здесь батон у нас на полная будет и сейчас мы канвас панель конечно ки 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 нем в батон вот здесь мы создадим картинку картинку выставим ее на полную canvas панель на полную сделан потому что картинка у нас не распрямилась и давайте offset что-нибудь пропишем там значение 4 где-нибудь по краям достаточно я думаю будет так и давайте чем у нас тут и мыть мы текст здесь мы будем писать количество предметов давайте выставим цвет прям как там в игре был зеленый что напишем здесь ячейки 00 выставим посередине но и выставим посередине так ну вроде должно быть нормально так и мы еще у нас полностью канвас полностью ботан пусть пока пойдет окей в граф мы здесь пропишем действие на кнопочку он кликит давайте сделаем еще один виджет это у нас ответный виджет который будет при нажатии на клавишу делать так пусть называется сами тоже кастом размерчик давайте здесь кинем пару клавиш так насчет клавиш и мы че же кидовые картинки даже клавиш и не вспомнила вот кстати 137 на 260 надо было сделать кнопку давайте чуть-чуть поправим 260 на 137 по самой по размеру картинки даже можно чуть побольше потому что мы ее сжали это все так сами давайте кинул или нет ну вот я подготовил но не кинул их сюда ну ладно просто напишем текстом просто хотелось уже из игры кнопочки сделать так текст пропишем здесь так ну apply да то есть теперь применить сделаем дубликат это у нас будет вторая кнопочка давайте сделаем римов я честно говоря не играл в игру я не знаю какие там были клавиши я сделаю вот примерно так так но кнопки большие так здесь к пилин крейт виджет get player контроллер виджет мы называем создание от то есть порт так все теперь у нас инвентарь и мэй инвентарь и так здесь у нас кнопка exit я уже вроде настроил да просто remove from parent удаляю данный виджет весь кнопочки на центр надо выставить это все у нас на все расширяется наверно и кнопочки надо на все так здесь кидаем grid panel давайте сначала кинем бордер так выставим и вот где-то вот по синюю часть вот она немножко прозрачности можно даже прозрачность полностью добавить так я не то добавил не туда здесь вот прозрачно сделаем и в этот бордер кидаем grid панель grid панели у нас настроена на полную значение пейдинг везде выставим ровно и двум то есть отступы по краям достаточно теперь на выставляем количество колонок у нас делаем 2 и количество линии у нас 3 то есть с 0 до 2 здесь мы разделение по ней конечно не увидим мы могли конечно скинуть сюда саму кнопку но мы ее будем создавать вручную так теперь мне надо как вариант мы можем закинуть сюда виджет с адми вот он да по сути его скрыть так из и ней был выключен и по сути в кнопке могли также написать не создание а так так если они конечно будет отсюда работать очень интересно ладно давайте пока отменим чуть позже посмотрим с виджетами не особо люблю работать так выставим на полную также чтобы она не терялась так теперь в главном меню давайте зайдем граф и и создадим здесь две функции первая функция это у нас будет расстановка кнопки grid button и создадим так во первых нам нужно нода как for loop не for each loop а for loop я же написал делаем сразу дупликат это у нас будет на количество столбцов будет 2 здесь количество ячеек будет ой на количество линий здесь sorry с нуля до 3 то есть до 2 то есть 0 1 2 это вот 3 линии и здесь у нас до единицы это у нас количество столбцов 0 и единица далее мы loop body пишем это у нас так get player сначала контроллер сделаем здесь мы create виджет укажем на button далее мы можем конечно записать наш ну давайте запишем то local локальную переменную сделаем лок vg button так во первых давайте создадим переменную button button grid это у нас будет array array так это у нас g button object object reference то есть мы подаем так так vg button да вроде все правильно кстати нам надо еще включить grid панель так нажимаем на grid панель из variable включаем так все оно уже есть отлично в button button grid и вытаскиваем из него set array ln так кидаем повыше записываем записываем из i index мы создаем навык локальная переменная еще одну это у нас будет лог button где мы будем дальше ее записывать так а это мы будем уже подавать на кнопочки точнее с кнопочки сюда на какую мы нажмем кнопку то и будет сюда подаваться далее мы запишем lock button запись set и grid панель вытаскиваем add chilt to grid добавляем начальник элемент к панели во-первых индекс это у нас пер 01 этого которого нас был в эта колонка вот сюда и первое это так скажем строчка вот так чтобы было понятнее теперь нам да кстати надо плюс единицу сделать здесь потому что когда он будет выставлять он на одно и то же место будет вставить так get lock button плюс единиц окей мы образно расставили наши кнопки теперь вторая функция у нас будет обновлять кнопки он дает батон так 4 я уже затыкался в 7 клавишами так теперь батон батон наши кнопочку которую мы создали батон grid и и мы как раз таки будем проверять и чулуп так вытаскиваем сюда это get where character наш персонаж мы создавали там такую функцию get item inventory давайте перейдем к ней так это у нас инвентарь вот get item да у нас выходящий параметр дата структур давайте у персонажа зайдем еще раз посмотрим все ли там правильно так все правильно кроме того что мы забыли здесь поставить инвентарь так снова сюда же заходим соединяем из инвентаря который у нас получился вытаскиваем get rf подаем значение ячейки подаем значение ячейки давайте зайдем давайте зайдем снова в button здесь нам надо функцию обновления к самой кнопки а не только внешнего вида инвентаря возле кнопки то есть мы здесь должны еще прописать функцию которую у нас будет обновлять количество ячейчик то есть положенных ячейник так update item bottom это у нас обновление значений здесь нам надо подать входящие это у нас строчка будет интеджер обычно и снова это у нас слот айди то есть значение самого слота какое именно его мы сразу сохраним давайте сделаем вокальный то есть не вокальный здесь в принципе без разницы здесь вообще виджет так что еще нам необходимо здесь он нам нужен структура структура item data structure так из нее мы вытаскиваем брейк и получается что мы здесь давайте создадим еще переменную как назовем ее виде строчки да это это у нас count тоже значение count а это будет не переменная в и типа не интеджер а давайте типа стринг мы же и будем как строчку передавать перед или ну или текст достаточно текста будет делаем запись сюда и count так вы вытащим отсюда select во-первых мы сразу проверим что count больше единицы то есть если больше единицы у нас будет добавляться значение да то есть если бы им напишем больше е нуля то предмет собранный в единичном числе будет тоже иметь надпись это будет правильно так так же каунт тут текст сразу да так достаточно будет чуть если у нас больше единицы мы записываем текст которое количество если меньше то false просто пустое значение значение ячейки давайте пропишем меньше нуля то есть единичное значение у нас тоже будет записывать теперь нам нужно создать еще одну переменную это у нас будет айкон тип переменной слайд браш это у нас иконочка тоже сделаем сразу запись и сейчас будем накидывать количество больше нуля так мы вытащим отсюда make sweet браш чуть подведем так make sweet cover если у нас предмет предмет сейчас мы его закинем да сюда выберем еще select 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 cover так так айкон айкон сразу протащим select объект закинем его в имидж так если у нас больше нуля мы мы как говорится проверяем так если у нас больше нуля мы здесь тоже проверяем буковка а это у нас если больше нуля то а если меньше нуля то б так здесь мы делаем альфа единицы равной то есть мы показываем если б то почти ноль то есть прозрачный айкон мы будем здесь задавать то есть картиночку мы вот сюда выставим и она будет сама автоматом передаваться если она меньше так все вроде правильно да укрыт а и не и и все е а и Продолжение следует...